Если же вы сейчас подумаете о будущем и просите курить, то у вас есть шансы, что еще 10 лет жизни вы себе вернете. Добрый день! Спасибо, что вы все пришли. Я очень рада, что теперь мы можем уверенно говорить, что курение способствует борьбе с раком. И расскажу я вам для начала поучительную историю про остров Мэн. Остров Мэн находится в таких не совсем понятных подчиненных отношениях с Великобританией. Находится в Ирландском море, такой полу-независимый от британской короны. И на острове Мэн есть одна единственная тюрьма. Он не очень большой. И в 2008 году руководство этой тюрьмы гордо объявило, что они делают свою тюрьму полностью свободной от курения. Что любой человек не может, попадая в эту тюрьму, приносить туда ни сигареты, ни электронные сигареты. А единственное, что он может получить, попав в тюрьму, это пластырь никотиновый. И полиция острова Мэн радостно сообщила, что они наблюдали в течение следующих месяцев на этом острове 14% снижение преступности. В частности, по некоторым категориям еще больше, например, 35% снижение квартирных краж. Потому что, когда человек обдумывает, совершать ли ему преступление или нет, то он готов рассмотреть для себя вероятность попасть в тюрьму, но совершенно не готов рассмотреть вероятность того, что его заставят там не курить. И остров Мэн был какое-то время этим очень доволен, пока в 2011 году к ним не пришла государственная комиссия с ревизией. И эта государственная комиссия обнаружила, что вообще-то полный ужас творится в тюрьме острова Мэн. Что каждый раз, когда сюда попадает какой-то новичок, и ему выдают никотиновые пластыри, старожилы у него эти пластыри немедленно отбирают с боем. И отбирают не для того, чтобы наклеивать их на себя, а для того, чтобы смывать с них никотиновую жижу, пропитывать этой никотиновой жижей все, что вообще способно, в принципе, гореть. Они брали пух, который оставался в сушильных машинах. Они сушили шкурку бананов, дробили ее и пропитывали ее этим никотиновым смывом. Тогда руководство тюрьмы попыталось запретить бананы. Они брали чайные пакетики и пыль от них пропитывали этим никотиновым смывом. Они даже вплоть до того, что отстригали собственные лотковые волосы. И пропитывали их этим дымом, этим никотином. И все это заворачивали в страницы Библии на почве чего? Ну, книжка, которая повсеместно есть. То есть они говорили, вот во мне проснулось религиозное чувство. Им выдавали очередную Библию. Они раздербанивали ее на бумагу. В эту бумагу заворачивали все горючее, пропитанное никотиновой жижей. А дальше пытались ее поджечь. А зажигалок у них тоже не было. Поэтому они брали, например, какие-нибудь железные проволоки, втыкали их в розетки или раскручивали чайник для того, чтобы об него, об раскрученный электрочайник, попытаться подпалить эти свои самодельные самопальные сигареты. Это приводило к большому количеству замыканий электрических и к постоянной угрозе пожарного возгорания. Поэтому еще через несколько лет руководство тюрьмы вахнуло рукой и разрешило людям электронные сигареты. И после чего наполовину снизилось количество административных взысканий, резко повысилась дисциплина, потому что люди больше не отбирали друг от друга электрические, эти самые никотиновые пластыри. И, кроме того, это была большая экономия для бюджета в связи с тем, что негативная пластыри стансировала государство, а на электронные сигареты люди должны были зарабатывать себе самостоятельно, совершая в тюрьме какую-то работу. И, кстати, в связи с этим увеличилось, точнее, от нулевого, стало 25-процентным количество обращений к врачам с просьбой помочь им действительно бросить курить этим людям, потому что зарабатывать на электронные сигареты оказалось дорого. Но надо понимать, что хотя тюрьма острова Мэн и откатила назад, тем не менее, в общем и целом, все становится хуже, хуже, хуже и хуже. По всему миру, для людей с никотиновой зависимостью, мы с вами это повсеместно наблюдаем. Курение запрещено в большом количестве тюрем в Америке, в большом количестве тюрем в Новой Зеландии. Более того, формально оно в некоторых ситуациях запрещено и в российских тюрьмах, то есть, например, оно запрещено в ШИЗО, запрещено в помещениях камерного типа. Это я все передаю, за что купил, за то и продаю. Рассказываю, что рассказывал мне Олег Навальный, который сидел в российской тюрьме, который будет иллюстрировать мою третью книжку, и поэтому мы с ним знакомы, даже не только поэтому. И Олег Навальный рассказывает, что формально в российских тюрьмах тоже много где запрещено курить, но на практике никто никогда нигде это не соблюдает, потому что небезосновательно опасаются кровавых бунтов. Но, тем не менее, действительно, если кто-то из вас достаточно взрослый, чтобы помнить светлые старые времена, кто из вас когда-нибудь курил в кафе в России? Вот когда-то мы могли это делать, когда на улице минус 40, а теперь мы этого делать больше не можем. Более того, сейчас активно идет последние пару лет обсуждение запретить и кальяны тоже в кафе, и электронные сигареты тоже, ибо нечего. Кроме того, на нашей памяти запретили курить в поездах дальнего следования, убрали курилки из аэропортов, убрали все места для курения из любых больниц, из любых университетов. Кому мешает курение в внутреннем дворе университета, непонятно, но мешает. То есть, в принципе, все это объясняют заботы о некурящих. И в этом есть логика. Действительно, некурящие люди не обязаны дышать нашим дымом, не обязаны из-за нас страдать. Но, кроме того, тут есть и такая подоплека, что курильщики — это новые негры, курильщики — это новые евреи, курильщики — это такие люди, про которых все договорились, что их дискриминировать окей. Людям, в принципе, как мы знаем из всяких тюремных экспериментов и прочего повелителя мух, людям, в принципе, свойственно разбиваться на кучке и выбирать какую-нибудь такую кучку, которую можно дискриминировать. Но если раньше в истории человечества по большей части дискриминировали тех, кто как бы не виноват в том, что он таким родился, ну, если у человека кожа черная, он в этом не виноват, значит, дискриминировать его несправедливо. Если человек девочка, он тоже в этом не виноват, и дискриминировать его несправедливо. И так далее, и так далее. А про курильщиков как-то все согласны, что дискриминировать их справедливо, потому что как бы вроде бы они сами это выбрали. И потому что сами курильщики, в общем-то, тоже обычно не возражают, молчаливо признают, что да, это делается в каком-то смысле для их же блага, что да, у них дурная привычка, что да, мы должны страдать, и поэтому государство не рассматривает возможность, например, оставить курилки в аэропортах, чтобы мы чуть меньше страдали перед длинным перелетом, или, например, договориться так, чтобы в каких-нибудь кафе, где согласны все сотрудники, все-таки было разрешено курение. И по всей вероятности в течение 21 века это будет становиться все хуже и хуже. Не могу не отметить, что в этом есть какие-то положительные стороны. В прошлый раз я бросала курить в эти новогодние каникулы, и пока я бросала курить и, соответственно, не могла соображать, я посмотрела, извините, современный российский сериал про ментов и проституток. И более того, мне понравилось. Сериал называется «Обыкновенная женщина», и он действительно классно сделан, он действительно такой динамичный, он здорово цепляет внимание, и драматургия там хорошая. Но, что самое поразительное, я посмотрела 10 серий сериала про ментов и проституток современного российского, бросая курить, и меня ни разу не триггернуло, потому что ни в одной из этих серий никто не курил. Потому что сейчас есть сложное законодательство про телевизор, если вы хотите в телевизоре показать курящего человека, вы должны заполнять миллион заявок, доказывающих художественную необходимость того, чтобы он там курил, и часто люди предпочитают этого не делать. И в общем и целом, действительно, недавняя возрастная статистика говорит, что курить люди стали меньше. В 2009 году проводилось ГАЦ, Global Adult Tabacosavai, большое исследование всемирное курение табака. И в 2009 году в России получалось 44 миллиона курильщиков. Курили 60% мужчин, 21% женщин. Потом такое же исследование, такой же методики повторили в 2016 году, и оказалось, что курильщиков реально стало меньше. Что теперь нас их, не знаю у кого, 36,5 миллионов, 15% женщин, 50% мужчин. И понятно, что отчасти это связано с тем, что курящие люди часто умирают, а новое поколение, видимо, меньше начинает курить, а может быть, оно просто меньше в абсолютных числах, потому что это дети 90-х становились большими. Но отчасти это и люди, которые все-таки смогли бросить. Хотя надо сказать, что людей, которые смогли бросить, в общем-то, не так много. По крайней мере, значительно меньше, чем людей, которые хотят бросить. Из всех курильщиков, если вы их спрашиваете, хотите ли вы бросить, стабильно от года к году больше половины говорят, да, мы хотим бросить. Точно так же стабильно примерно треть курильщиков пытается предпринять такую попытку в текущем году. Сообщает о том, что в течение последних 12 месяцев они серьезно пытались бросить курить. Из этих людей, из тех, кто пытался, примерно 11% добиваются успеха. То есть в абсолютной массе около 3,5% от всех курильщиков каждый год более или менее успешно бросают курить, причем по их собственным оценкам. И эти собственные оценки совершенно не означают, что они через два месяца не начнут курить обратно. И это еще хороший результат. Если правда в России 11% от тех, кто хочет бросить курить, успешно бросают курить, то вообще-то это круто. Мировая статистика показывает более печальные результаты. Мировая статистика показывает, что правда у человека около 10-11% шанс бросить курить в первой попытке, дальше он еще ниже в следующей попытке. И, соответственно, нужно накопить большое число попыток для того, чтобы какая-то из них, в конце концов, привела к долговременному успеху. Если вы просто опрашиваете бывших курильщиков о том, сколько попыток им понадобилось для того, чтобы окончательно перестать курить стабильно, то они называют в среднем цифру 6. 6 попыток перед тем, как добиться какого-то устойчивого эффекта, это в среднем. То есть у кого-то больше. Но надо понимать, что здесь есть ошибка выжившего, в том смысле, что вы, в принципе, спрашиваете тех, кто уже добился успеха, и при таком опросе у вас остаются за кадром те, кто пытался бросить курить, но успеха не добился. Поэтому всякие официальные организации типа Американского общества борьбы с раком обычно говорят, что нужно в районе 8-10-12 попыток. Но есть подозрение, что даже и эта оценка оптимистичная, если вы возьмете и начнете наблюдать за настоящими курильщиками. Вот если, например, как в этом исследовании, на которое я ссылаюсь первым, в Антарио, там было несколько тысяч курильщиков, за которыми наблюдали в течение трех лет, но кроме этого еще расспрашивали их о всем их предыдущем опыте бросания курить, и кроме этого строили всякие сложные математические модели для того, чтобы экстраполировать эти данные. И вот наполовину на основании наблюдений, наполовину на основании моделей получили вот такой вот график. Я сейчас говорю о верхнем графике. Здесь слово survival означает не то, что вы думаете. Survival, то есть выживание, означает в данном случае, что люди остаются в исследовании, то есть что люди продолжают курить. И, соответственно, постепенно часть людей, в исследовании были курильщики, которые хотели бросить курить и собирались бросить курить. Постепенно часть людей из исследования выпадает, и подсчитывая, сколько попыток им на это нужно. И действительно получается, что есть категория под группой курильщиков, которые бросают курить относительно легко. И им на это первые десяти попыток действительно хватает. И эта категория составляет приблизительно 30% от всех существующих курильщиков. Остальные 70% продолжают курить и продолжают примерно раз в год предпринимать очередную попытку бросить. И вот они пытаются и пытаются, пытаются и пытаются, пытаются и пытаются, пытаются и пытаются. И какие-то заметные успехи они приобретают, начиная примерно с 30-й попытки в среднем. То есть у вас есть какой-то небольшой шанс бросить на 15-й, какой-то небольшой шанс бросить на 25-й, но где-то после 30-й шансы снова начинают повышаться, благодаря тому, что, видимо, вам уже надоело, с одной стороны, вся эта бодяга, с другой стороны, вы к этому моменту дожили примерно до 50 лет, и у вас начали давать о себе знать серьезно ваши проблемы со здоровьем, и, кроме того, вы обрели какой-то опыт понимания себя, вы перепробовали все существующие методы, вы поняли, что вам можно, что вам нельзя делать, когда вы бросаете курить, и, в общем, вот с момента накопления 30 попыток происходит этот переход количества в качество, и дальше экстраполируете данные, исследователи говорят, что бросить курить может любой курильщик, но ему может понадобиться на это, например, 200 попыток. Продолжайте пытаться. В общем и целом, эпидемиологические данные показывают, что, правда, большинство людей бросают курить, курящих постоянно в районе 45-50 лет, и что, если вы возьмете популяцию взрослых до 60 лет и опросите их о том, курили ли они когда-нибудь, то вы увидите, что среди всех тех, кто когда-то был курильщиками, по Европе примерно 43% — это люди, которые были курильщиками, среди тех, кто был курильщиками, примерно 43% все-таки вот к 60, по крайней мере, годам смогли бросить. Остальные, видимо, продолжают до тех пор, пока не умрут, но поскольку курение сокращает жизнь примерно на 14 лет, это наступит быстрее, они перестанут упортить возрастскую статистику. Здесь довольно большие различия от страны к стране, которые косвенно указывают на то, что, по-видимому, правда, социальное давление и организация жизни в обществе влияют на вероятность просить курить. То есть, скажем, Южная и Восточная Европа более терпимы к курению, поэтому там в течение жизни бросают примерно 34-36% взрослых курильщиков, а Западная и Северная менее терпимы к курению, и там действительно бросают около 56 или даже выше процентов курильщиков. Страшивается в задаче, что за фигня? Если мы видим, что половина курильщиков заявляет о том, что они хотят бросить курить, что треть из них каждый год пытается это сделать, если мы считаем, что мы мыслящие и разумные существа, что мы в курсе про вред курения, что мы в курсе про неудобства зависимости, то почему же, собственно говоря, мы не можем бросить? Мы не можем бросить, потому что курение – это гениальная революционная биохимическая ловушка, крутейшая, одна из лучших. Давным-давно, в 2007 году, был обзор журнала «Ланцетт», сравнивающий разные наркотики, и он там по силе физической зависимости отдал курению почетное третье место сразу после героина и кокаина. Но присудил ему суммарно низкий балл, с учетом того, что курение зато меньше, чем они, подвергает человека риску и выключает его из социальной жизни. Растение табак начало в свое время вырабатывать никотин в ходе эволюции не для того, чтобы сделать кадр с человеком. Растение табак стало вырабатывать никотин для того, чтобы сделать кадр с насекомым. Дело в том, что никотин – это довольно хороший инфектицид. Если вы в теплицу сядете, где живут какие-нибудь насекомые, паразиты, и будете на них целыми днями курить, и докурите для того, чтобы топор можно было вешать, то ваши насекомые в этой теплице умрут. Имейте это в виду. В магазинах для садоводов продаются кучки табачной пыли для того, чтобы их там просто поджигать. Растение табак обладает эффективной возможностью убивать насекомых, которые пытаются его есть, потому что никотин способен действовать на нервно-мышечные синапсы насекомых. То есть у вас есть насекомые, у насекомого есть нервная система. Отросток нейрона идет к мышце. Нейрон подает мышцу к команду для того, чтобы мышца сокращалась, и насекомое ползло куда хочет. Для того, чтобы передать эту команду, вот этот нервно-мышечный синапс использует вещество, которое называется ацетилхолин. И это вещество по химической структуре довольно близко похоже на никотин, и никотин способен действовать на те же самые рецепторы. На рецепторы к ацетилхолину, только действует на них еще более эффективно. Благодаря этому, когда насекомое у вас ест растение, содержащее никотин, то оно начинает гибнуть от страшных судорог и вовсе не ползет куда хочет. У нас с вами тоже есть ацетилхолин в нервной системе. У нас с вами тоже есть рецепторы к ацетилхолину. Есть они у нас, в принципе, и на мышцах, особенно, например, на гладкой мускулатуре. Поэтому, например, никотин обладает слабительным эффектом. Но, в общем и целом, структура ацетилхолиновых рецепторов у нас немножко другая. И те рецепторы, которые обладают наибольшим сродством к никотину, лучше всего на него реагируют, у нас представлены в мозге. В мозге, и причем во многих разных областях мозга, большую часть из которых вы уже знаете, в том случае, если вы когда-то слышали какую-нибудь научно-популярную лекцию про мозг. Мы сейчас перейдем к целому мозгу. Пока что закончу про то, что происходит на уровне нейронов. На уровне нейронов никотин попадает в мозг, действует на рецепторы к ацетилхолину, а рецепторы к ацетилхолину часто находятся на поверхности нейронов, которые вообще-то вырабатывают дофамин, общаются друг с другом с помощью дофамина. И в экспериментах на животных прямо на практике показано, что вот вы вводите на животному, млекопитающему, крысе, никотин, и потом измеряете ей уровень внеклеточного дофамина. Уровень внеклеточного дофамина резко растет. А дофамин связан с удовольствием, связан с мотивацией, с координацией движений тоже связан, связан со множеством полезных вещей. То есть основное действие никотина осуществляется благодаря тому, что он повышает уровень дофамина в мозге косвенно через ацетилхолиновые рецепторы. Что мы видим на этой картинке? На этой картинке, во-первых, мы видим две структуры, вовлеченные в систему вознаграждения. У нас в мозге есть много разных отделов, которые связаны с тем, чтобы нам было хорошо. Которые нужны для того, чтобы мы радовались, для того, чтобы мы к чему-нибудь стремились, для того, чтобы нам хотелось чего-то достичь и обрадоваться, когда мы чего-то достигли. В частности, ацетилхолиновых рецепторов много в вентральном сегменте лореа, в вентральной область покрышки. Про вентральную область покрышки вы могли от меня слышать, если, например, ходили на мою лекцию про влюбленность. Именно вентральная область покрышки начинает гореть со страшной силой в томографии у человека, в том случае, если вы показываете ему того, в кого он влюблен. И она связана не столько даже с удовольствием, сколько с мотивацией, со стремлением к тому, чтобы обязательно этого достичь, обязательно это получить. Прилежащее ядро – это классический центр удовольствия. То есть, если вы в него введете электрод и дадите человеку возможность нажимать на педальку, и были в 70-е годы такие эксперименты над людьми, то человек будет нажимать и нажимать, и нажимать, и нажимать, и нажимать на эту педальку каждые 6 секунд, и ничего на свете ему будет больше не надо. Прилежащее ядро – это такое чистое воплощенное удовольствие, это лучшее, что мы можем отвлечь из нашего мозга. И в нем есть много ацетилхолиновых рецепторов, на которые действует никотин. На этом история не кончается. У нас есть гиппокамп. Про гиппокамп вы знаете, что он связан с долговременной памятью. Что благодаря гиппокампу мы формируем декларативные воспоминания, мы формируем знания о мире, и гиппокамп тесно взаимодействует с центрами удовольствия, потому что одна из его важных задач для выживания – это запоминать, что мы сделали для того, чтобы нам стало хорошо. Вот мы предприняли какое-то действие, мы получили какой-то результат, и если этот результат нам понравился, то гиппокамп будет очень активен, и гиппокамп будет твердо помнить, какие конкретно шаги мы предприняли, в какой конкретно нарек мы пошли, и что именно мы сказали продавцу, и как мы потом открыли это, и сожгли это, и поднесли это к арту, и вдохнули, для того, чтобы нам стало так хорошо заботиться о нас гиппокамп. Амигдала, она же менделевидное тело Про амигдалу вы скорее всего знаете как процент страха Но это такое упрощение для популярных лекций На самом деле амигдала связана не только со страхом Она связана вообще с обработкой эмоций Больше отрицательных действительно, но и положительных тоже И в частности с формированием памяти о них То есть если гиппокамп больше запоминает факты То амигдала больше запоминает эмоции, которыми эти факты сопровождались И она говорит, вот когда мы курили, то было очень классно Давай дорогой гиппокамп это запомним А когда мы не курили, то было очень плохо Давай дорогой гиппокамп тоже это запомним И тоже ацетилхолиновый рецептор в ней есть И кроме того у нас есть лобная кора То, что делает нас людьми, то, что делает нас мыслящими существами То, что позволяет нам планировать свои действия Добиваться поставленных целей И рационализировать, почему нам совершенно необходимо продолжать курить К сожалению, несмотря на то, что мозгу правда становится хорошо В тот момент, когда вы покурили Потому что у него активируется система вознаграждения Это перестает так работать в случае постоянного употребления К сожалению, когда человек получил какие-то приятные чувства от никотина И решил повторить этот опыт И потом решил еще повторить этот опыт И потом решил еще повторить этот опыт То он попадает в очень неприятную ситуацию Потому что клетки его адаптируются к тому, что вещества, похожего на ацетилхолин В мозге теперь все время много И никотин, с одной стороны, немножко нарушает работу Каждого отдельного ацетилхолинового рецептора Он с ним более прочно связывается, чем его природный ацетилхолин И вызывает более длительное изменение конформации белков Белков, входящих в состав рецептора И таким образом рецепторы работают хуже Рецепторы медленнее восстанавливаются Рецепторы на несколько часов выходят из строя И, видимо, для того, чтобы это компенсировать Каждая клетка встраивает в свою мембрану еще больше рецепторов к ацетилхолину Для того, чтобы все время были все-таки рецепторы, готовые к труду и обороне И в результате вот этих двух событий Нейроны человека, постоянно получающего никотин, правда меняются Настолько, что на вскрытии можно покрасить, посмотреть под микроскопом И увидеть, что человек курил просто по количеству ацетилхолиновых рецепторов в его мозге Которых встроилось в мембрану очень много На разновидности томографии, которая называется спект Можно это увидеть, если вы вводите человеку радиоактивный мечный никотин Вы можете видеть, как он классно встраивается в работу мозга Как много его становится, как много его связывает с рецепторами В тех или иных отделах мозга в том случае, если человек курящий И возникает, как вы можете легко догадаться, такая ситуация Когда своего собственного ацетилхолина, который мозг вырабатывает самостоятельно Уже больше не хватает для того, чтобы поддерживать нормальный уровень активации Всех тех отделов, о которых мы говорили Для того, чтобы поддерживать нормальный уровень активации системы вознаграждения И для того, чтобы, к сожалению, поддерживать нормальный уровень активации лобной коры С помощью которой мы думаем, планируем Получается очень неприятная история Очень неприятная история в том, что если вы не курили И если вы попробовали покурить И если вам так сильно не повезло, что вы оказались человеком, на которого никотин действует Потому что, как мы еще будем говорить, люди разные На кого-то он действует более эффективно, на кого-то он действует менее эффективно Если вам сильно не повезло, и вы оказались человеком, на которого никотин правда хорошо действует То в момент первой сигареты вы чувствуете подъем Вы чувствуете, что вам стало более хорошо И вы чувствуете, что вам стало легче сосредоточиться Легче вообще справиться с жизнью Мозг ваш, конечно, запоминает это чувство Потому что мозг заточен на то, чтобы запоминать все полезные вещи Как он считает полезные, которые вы с ним сделали До того, как мы научились делать наркотики Это было очень полезное свойство Потому что мозг запоминал, где он нашел еду Где он нашел полового партнера Где он нашел убежище Где он нашел какие-то правда полезные вещи, от которых ему стало хорошо Но все хорошее когда-нибудь кончается И в том числе когда-нибудь кончается действие вашей дозы никотина Через час, полтора, два она расщепляется И вам становится нормально Вам становится так же, как вам было всю вашу предыдущую жизнь Но вы хотите повторить это чувство, и вы курите еще раз Вы хотите повторить это чувство, и вы курите еще раз И если вы делали так достаточно регулярно В какое-то достаточно длительное время Здесь опять же очень по-разному у разных людей Но если вы, например, выкурили пару пачек подряд Просто буквально всего лишь То у вас уже начинаются перестройки в мозге Связанные с тем, что у вас становится менее чувствительным Рецептор к циталхолину Их становится больше в штуках Из-за этого внезапно обнаруживается Что когда эффект от сигареты закончился То вам как-то уже не так хорошо, как было Это вас беспокоит, вы курите еще раз Но потом эффект сигареты заканчивается И вам как-то становится уже вообще не так хорошо, как было Это вас беспокоит, эффект заканчивается И при постоянном курении на практике получается так Что человек курит уже не потому, что ему от этого хорошо А потому что без этого ему становится плохо При всей нелюбви нейробиологов к Аллану Кару Аллан Кар в общем-то прав в том, что вы правда Никотинозависимые люди Правда курят в основном для того, чтобы избавиться от страдания Которое сопровождает их в том случае, если они не покурили Соответственно, как вы есть мыслящее существо Вы в какой-то момент решаете, что вы не хотите Присать под дудку табачных компаний Что вы не хотите быть порабощенным Каким-то жалким растением Борющимся с насекомыми, вредителями И вы решаете бросить курить И вы решаете бросить курить И вам становится хуже И вы не получаете дозу никотина И вам становится хуже 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 Потом постепенно, медленно-медленно Вам начинает становиться не так плохо На самом деле, конечно, этот график еще и здесь Вот немножко варьирует Немножко туда-сюда вверх не сходит В зависимости от остальных вещей, влияющих на ваш мозг Но в общем и целом Те же самые томографические исследования показывают Что количество рецепторов и их работоспособность Возвращаются к нормальному уровню у людей Примерно через 3 недели Более того, если вы 10 дней не курите То у вас сначала становится еще больше рецепторов Требующих своего никотина или ацетилхолина И только потом их число постепенно начинает нахмелизоваться То есть 21 дня достаточно Правда, для абсолютного большинства людей Для того, чтобы прошла именно физическая зависимость Для того, чтобы вам перестало быть без никотина плохо Но проблем здесь две Одна проблема с тем, как выдержать этот 21 день А другая проблема с тем, что Если вы успешно бросили курить То вы все равно будете помнить Что если вы сейчас покурите То вам станет еще более классно Чем вам уже стало классно Вы помните, что вы по сути можете вернуться вот сюда В момент начала курения И достичь еще более хорошего состояния Поэтому то, что называется релапс рейд Процент срывов довольно колоссальный То есть даже среди тех людей, которые успешно бросили курить Которые успешно выдержали этот 21 день И избавились от физической зависимости Порядка 70-80% в течение года начинают курить обратно Сразу же, как только у них случилось что-то важное На почве чего их лобная кора Тоже жаждущая никотина Смогла объяснить, что нет, мы отказались от этого плана Я, например, вот сейчас бросила курить на два месяца Но потом у меня пришли правки по книжке И я справедливо решила, что работоспособность моя повысится И способность придумывать творческие решения повысится Если я покурю И я подумала, что вы, как моя аудитория Не должны страдать от того, что я решила позаботиться о своем здоровье Логично же? По-моему, абсолютно логично Мне когда-то казалось, что я сама придумала рисовать такой график Но понятно, что к такому графику рано или поздно приходят все люди Которые как-то знакомы с физиологией никотиновой зависимости Вот точно такой же график из прекрасного обзора Который вам стоит прочитать внимательно В том случае, если вы хотите рационализировать и оправдать свое курение Потому что этот обзор посвящен интеллектуальным преимуществам Который дает людям никотин И он, в общем-то, как вы видите, показывает ту же самую картину Что вот есть человек Вот у человека есть какой-то уровень интеллектуальной деятельности Когда человек начинает курить То некоторое время у него есть волшебная палочка Для ручного управления своим мозгом Для того, чтобы подстегивать этот уровень интеллектуальных достижений К сожалению, как только подстроилось количество и работа рецепторов Человек возвращается к прежнему уровню Но для поддержания прежнего уровня теперь ему нужно постоянно курить Дальше человек решает бросить И здесь возможны три сценария При всех трех сценариях у человека начинает снижаться Его интеллектуальная функция сильнее, чем когда-либо прежде Когда он не курил и когда он курил Если человек получает адекватную терапию То у него есть шансы пережить это снижение До того момента, как оно станет невыносимым Вот, видите, становится intolerable, невыносимым Если у человека классная сила воли, хорошая мотивация и так далее То он тоже может решить, что он выдержал и выжил И восстановится до того момента, как это стало невыносимым Если же у человека не очень все с этим хорошо То человек просто начинает курить обратно Как только становится невыносимо глупым А ему, между прочим, надо по прежнему работать Этот обзор приводит довольно много аргументов И довольно много данных исследований на людях и на животных Например, он обсуждает такой вопрос Что нам хорошо известно, накоплена большая статистика О том, что люди с любыми ментальными и психическими нарушениями Курят чаще и курят больше, чем люди психически здоровые Люди с шизофренией курят больше, чем люди здоровые Люди с СДВГ, взрослые, курят больше, чем здоровые люди Люди с депрессией, люди с тревожными расстройствами Если у вас любая фигня есть в голове То вы будете курить гораздо с большей вероятностью И гораздо больше сигарет в день Чем те люди, которые ментально благополучны По-видимому, это касается и субклинических состояний При которых выписывать таблеточки вам еще нет смысла Но вот вы такой человек мрачный, тревожный И здесь возможно, конечно, как в любой корреляции Разные объяснения Может быть, конечно, люди курят И от этого у них портится психическое здоровье От этого они становятся тревожными и гиперактивными Может быть, у людей, в принципе, от природы Не очень хороший и не очень удачный мозг И это одновременно по одним и тем же причинам Предрасполагает их и к тому, чтобы быть депрессивными Или тревожными И к тому, чтобы начинать курить Но кроме того, есть и вполне успешно обсуждается Гипотеза self-medication, самопомощи Предполагающая, что люди в какой-то момент Интуитивно нащупывают курение Как способ улучшить свое психическое состояние Стабилизировать, подстегнуть свое психическое состояние И вцепляются в этот способ гораздо крепче Чем люди здоровые и счастливые Поэтому, если вы хотите троллить курильщика То вы можете троллить его тем, что он просто не умеет Справляться с жизнью без сигареты, тем более, что скорее всего это правда Но тем не менее, к сожалению, действительно накоплено довольно много экспериментов Которые показывают, что если вы даже берете некурящих людей И даете им никотин или плацебо Например, в виде пластыря, в виде жвачки И потом даете им какие-нибудь задания Связанные с пониманием, с рабочей памятью, с пространственным мышлением То обнаруживается, что люди начинают справляться с этими заданиями лучше Получив никотин Даже в том случае, если они не знали, что они получили никотин Хуже того, какие же данные есть и на животных Животное у вас вообще не знает, что оно получило никотин Животное вообще ничего не знает о самовнушении Животное не понимает, что вы с ним сделали Животное лучше ориентируется в лабиринте В том случае, если оно получило никотин Ну и наоборот накоплена куча данных о том, что люди, находящиеся в никотиновой ломке Люди, которые имеют никотиновую зависимость, но не курили 10 часов, 12, день, 2, 3, неделю Справляются с самыми разнообразными психологическими тестами на интеллект Хуже, чем если бы они курили Или чем контрольная группа, которая в принципе не имеет зависимости То есть люди хуже справляются с тестом с трупа В котором у вас написано слово зеленый, красным цветом И вы должны сказать, какого цвета чернилами оно написано Вместо того, чтобы просто его прочитать Люди хуже справляются с тестами типа go-no-go В которых вам нужно выбирать, нажать или не нажать на кнопку Например, вам показывают лица мужчин, лица женщин Вы должны нажимать, если мужчина, не нажимать, если женщина А лица делают при этом все более и более похожими друг на друга, все более унисекс В такого рода заданиях люди делают ошибки, люди тормозят И время реакции, то есть то, сколько они тормозят, увеличивается, если они в ломке И количество ошибок увеличивается, если они в ломке Рабочая память, связанная с математикой, связанная с аварным запасом Крадковременная память, связанная с воспроизведением историй Все ухудшается в том случае, если человек находится в никотиновой ломке Авторы этого обзора ни в коем случае не говорят, что мы все должны начинать курить Мы вообще не должны начинать курить, потому что, к сожалению, это так не работает К сожалению, если мы начали курить, то мы находимся на том же интеллектуальном уровне, что и не курящий Но только при этом мы должны еще и курить Но авторы предлагают не игнорировать эти данные в общественном обсуждении и в размышлениях о своем курении и о курении окружающих Для многих людей курение правда способствует тому, чтобы подстегивать свои интеллектуальные функции И это то, что мы совершенно не учитываем Когда мы говорим о бросающих курить, мы учитываем удовольствие Мы думаем, вот они получают от курения удовольствие И поэтому, значит, они не хотят не получать удовольствие Вот они слововольные, слабых характерные тряпки Мы совершенно не делаем поправку на то, что бросающий их человек на несколько недель становится еще и объективно глупее Объективно, в том числе по объективно измеряемым лабораторным тестам И, в общем-то, он жертвует своей работой, жертвует возможностью принимать адекватные решения А работа, в общем-то, наверное, в системе ценностей многих достойных людей весит больше, чем возможность прожить на 14 лет дольше Хотя так, если подумать, за 14 лет вы довольно много успеете сделать То, что нужно писать на любом заборе большими буквами То, что каждый из нас должен написать на доске 100 тысяч раз, а потом повторить еще раз Все люди разные Все люди разные по характеру, по жизненному опыту, по индивидуальному обучению Все люди разные, кроме того, в том числе и генетически У нас есть много разных генов, у каждого из которых есть много разных вариантов Для которых были найдены какие-то статистические взаимосвязи с тем, с какой вероятностью человек начинает курить С какой вероятностью он начинает курить много С какой вероятностью он становится зависимым курильщиком И насколько ему легко или сложно бросить Близнецовые исследования показывают, что примерно на 50% все вот эти особенности, связанные с курением С курительным поведением определяются генетикой То есть однояйцевые близнецы похожи друг на друга по своему курительному поведению сильнее, чем разнояйцевые Вот на этой картиночке несколько генов, про которые есть статистически достоверные, причем на хорошем уровне достоверности, с очень маленькими пивелью Данные о том, что они связаны тем или иным образом с интенсивностью курения Как человек, который 6 лет изучал нейробиологию в двух хороших университетах, я узнаю здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, меньше десятка слов Про многие из них, вероятно, я примерно знаю, где они находятся и что они делают Но не знаю, что их гены определяются, обозначаются этими буквами То есть в общем и целом связи генов с курением зафиксированы для очень много чего Для генов, связанных с обменом любых нейромедиаторов С тем, как вырабатывается дофамин, с тем, как синтезируется дофамин, с тем, как рецепторы действуют на дофамин С тем, как вырабатывается нейромедиатор глусамат, как рецепторы его воспринимают, как он действует дальше на нейроны То же самое для других нейромедиаторов, для гамма-мамино-масляной кислоты, для ацетилхолина, естественно, с него все начинается Для внутриклеточной передачи сигналов, для накопления циклического аденозин-монофосфата, для работы Г-белков В общем, если вы возьмете любую молекулу, любой молекулярный каскад, который есть в нейронах, то, скорее всего, вы обнаружите, что какие-то из генов, кодирующие белки, вовлеченные в него, существуют в разных фриантах, и некоторые из этих фриантов повышают вероятность развития никотиновой зависимости и того, что она будет прочная, и с нее будет сложно слезть. А бывают, наоборот, люди, которым сильно повезло, которые могут курить довольно долго и все равно не формировать выраженную зависимость, и все равно бросать легко, и говорить всем, я бросил легко, а вы просто тряпка, у вас нет силы воли, вы не можете отказаться от своего сиюминутного приходящего удовольствия, тем более не такое большое удовольствие. Что касается клинически значимых вещей, тех, для которых есть работы на людях, двойные слепые, рендомизированные, плацебо-контролируемые, показывающие, что те или иные варианты гена вправду влияют на исход лечения никотиновой зависимости, здесь три основные группы. Первая группа, это, как ни странно, то, что находится не в мозге, а в печени. Ген кодирующий цитахром P450, это такой фермент в печени, который отвечает за расщепление большого количества разных внешних веществ, которые к нам поступают в организм. Он существует в нескольких версиях, которые делят на две группы. Бывают люди, которые перерабатывают никотин быстро. Вот к вам в организм поступил никотин, вы его весь сразу разрушили, у вас в крови больше никотина не осталось. А бывают люди, которые, наоборот, перерабатывают никотин медленно. Вот к вам поступил в кровь никотин, и он в этой крови циркулирует еще несколько часов, ничего с ним не происходит. Как вы думаете, какие из них формируют более сильную зависимость? Да, одна половина зала права, вторая половина зала меньше права. Действительно выясняется, что если у вас никотин расщепляется быстро, то вы быстрее закуриваете следующую сигарету. И вы в конечном счете за день успеваете выкурить, например, две пачки, вместо того, чтобы выкурить полпачки, как этого достаточно для полноценного самочувствия курильщику с долго циркулирующим в крови никотином. И кроме того, для людей с разными вариантами цитохрома P450, показано, что на них по-разному действуют разные формы терапии. Что если у вас организм быстро расщепляет никотин, то вам более-менее бесполезны никотиновые пластыри. Потому что все, что успевает сосаться, тут же быстро успевает и переработаться в печени, и вы не чувствуете никакого подъема никотина в крови из-за этого пластыря, из которого никотин поступает медленно, и страдаете так же, как если бы вы вообще этот пластырь на себя не наклеивали. Но зато на таких людей ничуть не хуже действуют вещества, блокирующие цитохолиновые рецепторы, такие как, например, цитизин или верниклин. Мы про них дальше поговорим. Вторая вещь, для которой есть клинические результаты, это разные кусочки ацетилхолинового рецептора. Вот я вам показывала ацетилхолиновый рецептор, он вот такой красивый. Он состоит из пяти белковых субъединиц. И, соответственно, у каждой белковой субъединицы есть гены, которые их кодируют. А эти субъединицы еще и могут быть разными у разных разновидностей ацетилхолинового рецептора. И вот для некоторых из этих белков, которые входят в состав, ацетилхолинового рецептора, показано, что у них есть мутации, которые влияют на вероятность развития сильной зависимости. В частности, хорошо изучен кусочек рецептора, который кодирует ген под названием CHRNA5. С ним такая штука, что у него бывают мутации, из-за которых рецептор к ацетилхолину работает вообще-то плохо. Плоховато работает, плоховато связывается с ацетилхолином, плоховато связывается с негатином. Как вы думаете, что будет с такими людьми, с такой мутацией, если они начнут курить? Сформируют ли они более прочную или менее прочную зависимость? Как ни странно, получается, что все наоборот. Получается, что если у вас от природы рецептор к ацетилхолину работает не очень-то хорошо, то вы оказываетесь заинтересованы в том, чтобы нагнетать его работу с помощью внешних приходящих, поступающих к вам организм веществ. И выясняется, что те люди, у которых есть такие мутантные варианты вот этого CHRNA5, наоборот, курят больше сигарет в сутки, формируют более прочную зависимость, сложнее с нее слезают. Кроме того, есть довольно много генов, связанных с дофамином. Гены, связанные с дофамином, их много, они бывают в разных вариантах. Некоторые из этих вариантов приводят к тому, что люди формируют более сильные зависимости, но причем в случае с дофамином обычно речь идет не специфически о никотиновой зависимости, а о том, что есть люди, которые в принципе более склонны к рискованному поведению и к формированию самых разных поведенческих зависимостей, к формированию зависимости от компьютерных игр, зависимости от алкоголя, зависимости от наркотиков, каких-то совсем безбашенных влюбленностей, в которых они преследуют этого человека и стоят около его работы с плакатиком, говорят, вернись, я все прощу. Но зато известно, что людям с такими мутациями в генах, связанных с обменом дофамина, лучше помогают антидепрессанты. Есть всякие антидепрессанты, которые применяют для снижения тяжести, бросания, курить. Я прошу прощения, у меня вылетел из главы бупропион. Бупропион – это самый популярный антидепрессант, который назначают для облегчения симптомов отказа от курения. И вот есть некоторые варианты генов, связанных с дофамином, при которых идеально помогает как раз он, лучше, чем людям без таких мутаций, потому что, собственно, с дофамином-то у них и проблема антидепрессанты на него-то и действуют. Вот что может предложить нам на сегодняшний день наука. Наука в данном случае представлена Кахрейновскими обзорами. Если вы имеете какое-то отношение к научной журналистике или к медицине, то вы знаете, что самое надежное, что у нас есть, это обзоры, опубликованные Кахрейн Коллаборейшн. Это такая специальная организация, которая собирает данные многих-многих-многих-многих-многих исследований, публикует их на своем сайте в виде обобщающих мета-анализов и систематических обзоров. И, кстати, как я вчера выяснила, у них, оказывается, даже есть русская версия сайта. Так что даже если вы не любите читать на английском, вы все равно можете читать на этом сайте самые новые научные рекомендации. И они признают, по большому счету, только три метода, повышающие вероятность отказа от курения. Они работают с реально большими выборками, они обобщают реально много исследований. У них это все речь идет об исследованиях на десятках тысяч людей, на большой статистике, правда. И наблюдения за вот этими десятками тысяч людей, которые пришли на терапию, которые, вероятно, хотят бросить курить, мотивированы, такие наблюдения показывают, что на силе воли и добавленном к ней плацебо, то есть человек сам думает, что его лечат, на самом деле его не лечат, бросают курить действительно около 11% людей. Бросают курить настолько, чтобы в течение 24 недель у них все еще не было срывов, то есть чтобы они все 24 недели не курили вообще. Это полгода примерно, и это проверяется не только со слов испытуемых, но еще и им коварно делают внезапно анализ крови, смотрят там на катинин и на прочие вещества, которые свидетельствуют о том, что бы в каком-то обосримом прошлом курили. Если их не находят, тогда человеку верят, что правда он не курил. Если у человека их находят, он говорит, да это просто друзья, со мной рядом курили, но ему не верят. Вот. Если вы даете человеку бапропион, то есть антидепрессант, который снижает тревогу и прочую панику и мучения при отказе от курения, то тогда вероятность бросить становится уже 17%, то есть примерно 170 человек из 1000 при таких условиях в течение 24 недель поддерживается от курения. Если человек приходит на никотинозаместительную терапию, то тоже шансы не сочетать ее с сигаретами у него относительно высоки, целых 19% в течение полугода. При этом они могут еще чуть-чуть повыситься, может быть даже до 20%, может быть даже до 22-23%, в том случае, если вы используете два разных варианта никотинозаместительной терапии одновременно, если вы постоянно ходите с пластырем, и кроме того, у вас есть жвачка или спрей, или леденцы, содержащие никотин, которые вы принимаете в тех случаях, когда вас все равно колбасит, когда вы все равно хотите бросить курить, извините, начать, когда вы все равно хотите покурить, потому что у вас произошла какая-то ситуация в жизни, которая вас триггернула, и вам нужно увеличить дозу никотина, потому что еще раз курящий человек привыкает, что у него есть волшебная палочка для ручного управления своим мозгом, и курильщик подсаживается на то, что у него всегда есть возможность повысить дозу, покурить побольше и таким образом взять себя в руки. Поэтому с никотиновой терапией это до какой-то степени тоже можно этого достичь. И как раз основная проблема с пластырем именно в том, что он не воспроизводит формакокинетику, что у вас нет вот этой лесенки, у вас нет резких подъемов и постепенных спадов, что у вас просто все время ровненько, и когда человек привык к тому, что есть лесенка, то он хочет эту лесенку воспроизвести. Ее можно отчасти воспроизвести с помощью спреев, жвачек и таблеточек как-то более или менее. Ну и нужно понимать, что никотинозаместительная терапия это история надолго, что вы, когда на ней сетите, то у вас, собственно, никотиновая зависимость никуда не девается, вы просто переходите на более безопасный способ ее поддыхания. И если вы хотите без страданий избавиться от никотиновой зависимости вообще, то снижать дозу вам предстоит очень долго и очень понемножку. Это неделя, а скорее месяца. То есть, правда, вы полгода ходите с этими пластырами и очень медленно уменьшаете количество пластыров в вашей жизни. Варениклин у него есть аналог цитизин. Цитизин – это вещества, которые попадают в наш мозг, связываются там с ацетилхолиновыми рецепторами. Из-за этого они, с одной стороны, немножко активируют ацетилхолиновые рецепторы, а с другой стороны мешают никотину с ними связываться. То есть, вы можете курить, но вам от этого будет меньше пользы и меньше радости, потому что рецепторы уже заняты другим веществом. И в то же время это другое вещество немножко эти рецепторы стимулирует и таким образом снижает ваше страдание. Цитизин – это растительный алкалоид, похожий на никотин. И цитизина делают таблетки, которые называются Табекс, которые продаются в России и вообще в Восточной Европе. Варениклин – это химическая модификация цитизина. Ее сделала компания Pfizer. То есть, они взяли вот этот растительный алкалоид и допилили его напильником в лаборатории для того, чтобы он еще лучше проникал через гематонфолический барьер, еще лучше связывался с рецепторами. Он лучше исследован, у него значительно больше клинических испытаний проведено, потому что западная доказательная медицина, у него, соответственно, больше накоплено доказательство о том, что он работает. Он продается в России тоже, стоит в два раза дороже. В общем, в целом, скорее всего, цитизин работает примерно так же, может быть чуть-чуть похоже. Вот. Ну, в общем, в целом, принцип у них одинаковый. Смотрели ли вы этот прекрасный сериал? Очень крутой сериал. Sex Education. Прям вообще вот супер. На самом деле, на этом месте я надеялась вставить слайд про всякие новые, модные, современные, потенциальные способы отказа от курения, но как-то, делая лекцию, в них разочаровалась. Что я вам хотела рассказать? Я вам хотела рассказать про экспозиционную терапию. Про то, что вот традиционная рекомендация людям, которые бросают курить, в том, чтобы убрать с глаз долой все трингеры, убрать с глаз долой все сигареты, все пепельницы, всех курящих друзей, все, что напоминало вам когда-то о курении. Сторонники экспозиционной терапии, которая существует в рамках большого доказательного подхода к когнитивно-поведенческой терапии, полагают, что это так не работает. Что если вы уберете с глаз долой все сигареты, то вы сорветесь сразу же, как только вы случайно все-таки увидите сигарету где-то. Поэтому они предлагают людям бросать курить, наоборот, глядя на сигареты. Они создают для них, например, виртуальную реальность, если уж люди боятся глядеть на настоящие сигареты и зажигалку, полагая, что сорвутся. Создают для людей виртуальную реальность, в которой сигареты, которые выглядят совершенно как настоящие, только радости от них никакой. То есть вы буквально ходите в очках в дополненной реальности, согласно которым все вокруг вас завалено сигаретами, пепельцами и вот этим всем. И вы привыкаете, что вы на это смотрите, но при этом как-то радости, поступления никотина от этого у вас не появляется, и вы постепенно перестаете триггериться на эти вещи. И на этот метод возлагали довольно много надежд вот еще буквально пару лет назад. Но когда я открыла всякие более новые, свежие, современные обзоры 2018-2019 года с большими выборками уже, то как-то оказалось, что все-таки как-то не очень. Как-то все-таки люди, которые бросают курить с экспозиционной терапией, они с одной стороны, правда, чуть выше оценивают комфорт вот этого процесса бросания, но с другой стороны срываются обратно еще и почаще. То есть, увы. Но если я буду читать эту лекцию еще раз, я попробую все-таки прочитать еще больше исследований, может быть, какой-то слайд на эту тему сообразить, но пока что мне показалось, что она не настолько важная, чтобы отдельный слайд ей посвящать. Такая же история с вакцинами против курения. Много лет уже говорят. Мы говорят, сейчас сделаем вакцину, которая будет приводить к тому, что негатин будет связываться в вашей крови после нашего уколчика, и курить вам будет бесполезно, потому что в мозг он все равно не будет поступать. Но вот я в 2013 году писала книжку, кто бы мог подумать, это называется, в которой была глава про негатиновую зависимость, и в которой говорили, что вот-вот сделают эти вакцины. Сейчас то же самое. Сейчас точно так же говорят, вот-вот мы сделаем эти вакцины, шесть лет прошло. Единственное, что появилось прямо новенького, это FDA, американская организация по контролю за лекарствами и едой, всерьез рассматривает идею вообще запретить продавать в Америке сигареты, в которых содержался бы никотин. Они предлагают со всеми сигаретами, которые попадают в магазины, проводить процедуру денег-никотинизации. Собственно, технически это не сложно, это аналогично тому, что делают с кофе, для того, чтобы кофе был декофеинизированный. Весь табак вымачивать в экстрагирующих растворах, которые высасывают из него никотин, и продавать сигареты, в которых вообще не содержится никотина. Такие сигареты, конечно, не будут вызывать зависимость у тех, кто начинает их курить. Наверное, если, правда, вы можете купить только их, то зависимость от БУАРТ не сформировалась, но уже Америка пробовала с сухим законом то же самое делать. И как-то даже несмотря на то, что алкоголь, в общем-то, все же менее аддиктивный, чем никотин, сразу же возник роматный черный рынок, вероятно, с никотином будет так же. Но, в общем, поэтому они года два или три уже это обсуждают, но пока, кажется, так до сих пор и не приняли. Что касается остального, то остальное это не способы отказа от никотиновой зависимости, но это, по-видимому, способы слегка снизить фред от нее. С электронными сигаретами тоже, на удивление, мало что изменилось с 2013 года. В 2013 году писали, ну, вроде бы ничего страшного, но нужно больше данных и больше исследований. И в 2019 году по-прежнему пишут, ну, вроде бы ничего страшного, но нужно больше данных и больше исследований. По крайней мере, теперь это пишет Кахрейн, вот тот самый, который великий, могучий и доказательный, он собрал много исследований, в которых люди переходили на электронные сигареты и показал, что с его точки зрения, вроде бы и неплохо, чтобы люди переходили на электронные сигареты, потому что в них содержится гораздо меньше всякой гадости, чем в обычных. В них содержатся, собственно, вот никотин, ароматизаторы, пропилен, гликол и глицерол. Пропилен, гликол и глицерол могут вызывать у людей растражение дыхательных путей, у некоторых с индивидуальной чувствительностью, но, впрочем, люди сообщают о побочных эффектах с одинаковой частотой, курили ли они настоящие электронные сигареты или получали вместо этого никотиновый пластырь. И как-то, может быть, отчасти эти эффекты им кажутся и, кроме того, довольно быстро проходят. А так, за два года наблюдений не было зафиксировано каких-то серьезных побочных эффектов от употребления электронных сигарет, в том случае, конечно, если они не взрываются прямо у вас во рту. Но основная проблема в том, что примерно 9% из всех курильщиков, начавших курить электронные сигареты, вообще перестают курить обычные. Все остальные люди сочетают и продолжают курить обычные сигареты везде, где это возможно и доступно, и мирятся с электронными только там, где по каким-то причинам нельзя курить обычные. Например, когда они читают лекцию в университете своим студентам или в самолете. В самолете вообще-то нельзя курить, даже электронные сигареты. К вопросу о том, что все договорились ущемлять курильщиков, кому какой вред, казалось бы. Я, кстати, долго пыталась выяснить, почему в самолетах нельзя курить электронные сигареты. Самое разумное объяснение, которое я встретила, было о том, что бывают люди с аэрофобией, и когда они увидят какие-то клубы пара, они подумают, что самолет падает. Значит, он бегает по самолету туда-сюда, и он в итоге потеряет равновесие и упадет. Это мне показалось достаточно уважительной причиной. Но тем не менее. На самом деле, если вы в темноте накроетесь головой пледом и выдохнете себя в руках, то никто ничего не заметит. Но я не беру ответственности. Проблема с электронными сигаретами и с переходом на них полностью в том, что в них немножко другая формакокинетика. То есть, когда мы курим обычные сигареты, мы курим примерно раз в час, получаем сразу большую дозу. В случае с электронными сигаретами обычно применяются более низкодозированные жидкости, потому что у нее нет вот какого-то конца. Нет такого, что она догорела, и вы ее курить больше не можете. И обычно применяют более низкодозированные жидкости для того, чтобы снизить вероятность того, что человек случайно передознется и словит слишком большую дозу никотина. И поэтому обычно электронная сигарета вызывает желание курить ее постоянно. Каждые пять минут. И при этом поддерживать такой довольно ровный уровень никотина в крови без вот этой вот лесенки, которая подсаживает на себя курильщиков, потому что они готовы расплачиваться этим спадом за то, чтобы испытывать вот этот подъем. Вот поэтому не все люди успешно приходят на электронные сигареты. Но зато люди довольно успешно, по-видимому, приходят на систему нагревания табака, две из которых я исследовала, вы можете попробовать в этом торговом центре. Здесь фишка в том, что это табак, пропитанный жидкостями для электронных сигарет, пропитанный, например, глицеролом, но этот табак нагревается, а не горит. То есть табак нагревается с помощью какой-то там горячей штуки вокруг него или внутри него, глицерол испаряется, несет с собой содержимое табака, но при этом, как считается, он несет много никотина, потому что никотин отлично растворяется в глицероле, и меньше всяких других вредных веществ, которые в норме ест в табаке, вследствие того, что часть из них плохо растворяется в глицероле, а часть из них в принципе образуется именно при горении, а здесь оказывается более низкая температура, и поэтому они меньше образуются. Здесь проблема в том, что, во-первых, у нас пока нет долгосрочных исследований на людях. Такие штуки начали появляться на рынке примерно 3 года назад в Японии, примерно 2 года назад в России, и пока что просто никто не наблюдал 20 лет за человеком, курящим такие штуки, системы нагревания табака, никто не наблюдал за такими людьми достаточно долго, достаточно большими выборками, чтобы говорить о том, что вот у них, например, рак легких появляется чаще или появляется реже. Если говорить на исследования, в которых смотрят состав дыма, то состав дыма, вроде бы как, они даже называют его паром, а не дымом, то он вроде бы как, правда, лучше. Здесь еще одна проблема в конфликте интересов, в том, что львиную долю исследований, которые на сегодняшний день есть на рынке, сделали, собственно, Филипп Моррис и Американ Табака, или Бритиш Табака, которые выпускают вот эти системы нагревания табака. Понятно, что они как-то сами себе могут подыгрывать даже неосознанно. Что касается независимых исследований, то с независимыми исследованиями как-то смешно. Вот в 2018 году в журнале JAMA вышло исследование именно содержания веществ вредных в испарении Айкоса. Это одна из равновидностей таких штук. И там получилось очень забавно, потому что чувствуется, насколько силен антитабачный тренд идеологически. Потому что в абстракте статьи, в введении статьи и в выводах статьи написано Айкос ужасно вредный, давайте его запретим. В середине есть табличка с цифрами собственно по вредным веществам и видно, что примерно всех вредных веществ при этом там в разы меньше, чем в контрольной сигарете, с которой сравнивали. Я выписала те вещества, которых были самые большие концентрации. Это либо канцерогены, либо токсичные вещества, то есть что-то такое потенциально опасное. А крылья информильдегид, бенцельдегид, ацетон, их все-таки меньше, чем в обычной сигарете. А кроме того, я не выписала большое количество веществ, которых меньше вообще на порядке. То есть в обычной сигарете, если мы принимаем ее за 100%, то в системах нагревания табака таких веществ, например, 3%, или таких веществ, например, 7% или 5%. То есть в общем и целом, когда они говорят в своей рекламе, что на 90% меньше вредных веществ, скорее всего, они не очень сильно врут, даже по настоящим исследованиям, в смысле, по независимым исследованиям. Я нашла вот в этом единственном вредном исследовании, которое прямо декларирует, что оно их неодобряет и не любит, нашла одно вещество, которого больше в айкосе, чем в обычных сигаретах. Я даже не запомнила его название, потому что оно мне ни о чем не говорит, но у меня записано где-то. Оно называется ацинавтен. Кто из вас слышал когда-нибудь про ацинавтен? Про ацинавтен написано, что он, по-видимому, не является канцерогеном, но вот его больше в айкосе, ну да. Вот. То есть здесь с одной стороны, скорее всего, правда, это менее опасно, но с другой стороны это менее опасно в пересчете на конкретный акт курения, а при этом проблема с этими штуками в том, что люди их обычно начинают курить чаще, скорее всего, вследствие того, что гораздо больше количества мест, в которых вы можете их курить. У меня, например, прекрасный мой, не знаю кто, бывший муж, молодой человек, у нас сложные отношения, в общем, в какой-то момент у него завелась любовница, кстати, в Петербурге, и я уперла руки в боки и говорю, слушай, чувак, раз у тебя любовница, официальная, постоянная, то давай мне будет можно курить айкос дома. Он говорит, ну ладно. И, соответственно, когда вы начинаете курить айкос дома, то вы начинаете курить его гораздо больше, чем если бы вам нужно было каждый раз одеваться, выходить на балконы, на улицу, не знаю, на лестницу, куда-то еще. Поэтому, честно говоря, когда через пару десятков лет подоспеют испытания на людях, я подозреваю, что, может быть, не такими очевидными будут выгоды людей, которые перешли на эту штуку, потому что зато они получали большую дозу путем употребления большего количества стиков, сигарет и тратили на это больше денег. Что я имею в виду сказать? Если среди вас есть люди с негативной зависимостью, которые думают о том, что неплохо было бы от негативной зависимости избавиться, ну, в общем, понятно, почему неплохо бы от нее избавиться. во-первых, потому что вы, скорее всего, раньше умрете, и, кроме того, вы не только раньше умрете, но у вас и раньше начнет сыпаться здоровье, то есть у вас будет меньше лет полноценной активной жизни, там, с путешествиями, с сексом, с работоспособностью, с вот этим всем. Если же вы сейчас подумаете о будущем и просите курить, то у вас есть шансы, что еще 10 лет жизни вы себе вернете, что может быть компенсирует неудобство от бросания. Кроме того, бросать курить ужасно неудобно, извините, курить, иметь никотиновую зависимость ужасно неудобно, потому что вы, как человек с сахарным диабетом, который должен все время думать, где ему стоять укол, точно так же люди с никотиновой зависимостью должны все время думать, где и когда они смогут покурить, беспокоиться о том, не сломалась ли у них система нагревания табака, есть ли у них все необходимые предметы и девайсы, то есть это правда много головняка. Но что следует помнить, если вы попытаетесь соскочить с биохимической карусели? Следует помнить, что, во-первых, у вас может не получиться это сделать с первого раза, потому что у очень многих людей не получается сделать это с первого раза, и это не означает, что вы не должны пытаться больше, это означает, что вы должны пытаться и пытаться, и пытаться, и пытаться, и пытаться. Кроме того, вероятность успеха существенно зависит от того, сколько времени вы сможете позволить себе быть глупым и несчастным. Довольно безумно и героично, а может быть, им просто очень повезло с генами, те люди, которые пытаются бросить курить без отрыва от производства, которые пытаются одновременно ходить на работу или ходить в университет, просто, господи, писать контрольные, вставать экзамены, общаться с людьми, в общем, как-то функционировать. На самом деле надежно повысить, вероятно, спросить курить, можно в том случае, если вы уйдете в отпуск, уйдете в какую-нибудь там далекую пещеру, например. Далекая пещера хороша тем, что у вас будут физические нагрузки. Курение повышает уровень дофамина в мозге. К счастью, есть разные другие способы повышать уровень дофамина в мозге, например, физические нагрузки. Мне кажется, что если вы собираетесь просить курить, то имеет смысл инвестировать в боковую дорожку, для того, чтобы эту боковую дорожку поставить прямо у себя дома. И каждый раз, когда в мозге хочется курить, для начала пробегать километр. Это может здорово облегчить вашу участь, в связи с тем, что пробеженный, пробегнутый, не знаю, как сказать, километр, который вы пробежали, даст вам некоторый уровень дофамина и некоторое, соответственно, отпускание от ваших страданий по курению. Кроме того, если у вас есть какие-то близкие люди, важно, чтобы они понимали, что вы станете глупым, несчастным и злобным, чтобы они героически это терпели, чтобы они были готовы с вами разговаривать о том, как вы страдаете и как вы всех ненавидите. С этой точки зрения психотерапия может тоже помочь. Если у вас много свободных денег, вы можете завести себе психотерапевта в постоянном доступе. То есть психотерапевт нормальный стоит, например, 4 тысячи рублей в час, ну, две, если повезет найти молодого. И вы будете испытывать желание, скажем, по 10 часов в неделю с ним разговаривать о том, как вы хотите курить. Но, в общем, тоже тема. Вот. Имеет смысл, конечно, понимать, нафига вам это надо. Я, например, когда в прошлый раз прослала курить, я составила список из 10 пунктов, из которых я сейчас не помню уже почти ни одного. Но я вспомнила, что я пыталась паразитировать на своем страхе старения и, соответственно, физического увядания. Вот знаете, что если вы когда-то захотите сделать подтяжку лица или подтяжку сисек, то любой пластический хирург вас пошлет в том случае, если вы курите. И причем даже в том случае, если вы курите не настоящие сигареты, а электронные, потому что там проблема в самом никотине. Никотин вызывает спазмы сосудов. Эти спазмы сосудов резко повышают вероятность осложнений. После любой хирургии, в частности, после пластической хирургии. Аппендицит вам все равно будут лечить, потому что, ну куда вас деть. А вот, скажем, подтяжку лица вам делать уже не будут, пока вы не просите курить вообще. Такая печальная история. Вот. В общем и целом, исследования, хорошие большие исследования показывают, что таблетки повышают вероятность просить курить и снижают субъективное страдание. Поэтому, наверное, не имеет смысла от них отказываться, если вы хотите бросить курить. Это не даст вам гарантии успеха, но это снизит ваше страдание. То есть, знаете, это похоже на спринтерский или стайерский бег. Если вы бросаете курить на чистой силе воли, то вы страдаете сильно, но, например, 9 дней. Потом становится легче. Если вы бросаете на цитизине, то вы страдаете слабо, но зато весь месяц ровным слоем размазанный. Тут уж смотря, что вам больше нравится, как вам комфортнее. Вот. Ну и, наверное, если вы совсем не готовы бросать по тем или иным, конечно, очень уважительным причинам, у всех у нас есть очень много уважительных причин, то, возможно, имеет смысл попробовать рассмотреть переход на никотинзаместительную терапию, на электронные сигареты, наверное, хотя бы даже на системы доставки табака, потому что про первые два мы более или менее уверены, про третье мы надеемся, что, скорее всего, это не настолько разрушительно для вашего здоровья, потому что разрушительно для здоровья не столько никотин, сколько все остальные 4 тысячи веществ, содержащихся в дыре. Спасибо. 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 Спасибо.